Мемориал жертвам январских событий открыли в Алматы. Церемония прошла с участием президента, который в трагические дни отдал приказ стрелять на поражение. Родственники погибших в январе говорят, что их на открытие никто не пригласил. Российский писатель презентовал книгу о кровавом январе. В ней Токаев предстает человеком, который вывел Казахстан из критической ситуации. Здравствуйте, это Азатык, итоги недели. Касымжамар Токаев открыл мемориал жертвам января в Алматы, городе, который в начале года пережил потрясение. Мирные демонстрации переросли в погромы, штурмы и поджоги административных зданий. Силовики открыли огонь по приказу руководства страны. Среди погибших оказались мирные люди, в том числе дети и, не имевшие никакого отношения к протестам и беспорядкам, взрослые. Освещать церемонию с участием Токаева в пятницу допустили только государственные СМИ. На место заранее привезли людей на автобусах, которым отвели роль массовки. Родственники погибших в январских событиях сообщили. Их даже не пригласили на открытие мемориала. «Почему открывали мемориал без простых людей, только журналистами и СМИ? Разве мы, матери и супруги погибших, не заслуживаем того, чтобы прийти сюда, увидеть? Я хочу, чтобы господин Токаев вышел к простому народу, простым казахам. Хочу, чтобы он ответил нам, почему случился январь, кто это организовал, почему мы лишились кормильцев, почему мы потеряли детей». Сам мемориал представляет собой каменные стелы, на которых размещены изречения мыслителей и общественных деятелей. Ни имен погибших, ни число жертв не приведено. Тем временем Генеральная прокуратура обнародовала на этой неделе данные по расследованию гибели людей. По официальным сведениям, январские события унесли 238 жизней. Большая часть дел по фактам смерти была прекращена с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это, вероятно, значит, что погибшие отнесены к нарушителям режимов чрезвычайного положения и так называемой антитеррористической операции. По крайней мере, в восьми случаях следствие не установило убийц. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила на этой неделе, что власти Казахстана провели однобокое расследование январских событий. Семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия, отметили правозащитники. Ранее они заявили о фактах чрезмерного применения летального оружия силовиками в январе. Власти Казахстана с этими оценками не согласны. Российский публицист Леонид Млечин презентовал в посольстве Казахстана в Москве книгу о кровавом январе. В ней он рассказывает о борьбе за власть в стране и представляет действующего президента едва ли не спасителем нации. Следствие еще идет. Судя по опубликованным в сети отрывкам, Млечин пишет, по слухам, бывший председатель КНБ Карим Масимов, находящийся с января под стражей, якобы дал показания, что экс-президент Нурсултан Назарбаев хотел вернуться на высший пост в стране и затем поставить на это место другого человека. На самом деле, дело в отношении Масимова, которого обвиняют в государственной измене и попытке переворота, засекречено. Суд проходит за закрытыми дверями. Информации о деталях обвинения нет. Я буду находиться в столице. Но Млечин утверждает, в январе якобы было решено избавиться от Тукаева. Он повторяет этот тезис в фильме, три серии которого размещены в интернете. Мне рассказывали, что в решающий момент к нему пришли и сказали, «Ситуация опаснейшая. Главное – спасти вашу жизнь. Спецсовлет заправлен, охрана ждет. Выбирайте, куда лететь». Они были уверены, что он улетит и оставит государство. Сильно в нем ошиблись. Презентация труда Млечина в стенах посольства, да и само содержание книги вызвали недоумение казахстанской общественности. Млечин указывает в книге, будто бы Токаев лично рассказывал ему о попытке свержения. Но позже в комментарии казахстанским СМИ Млечин заявил, что интервью у Токаева он не брал. В фильме Млечина выступают в основном силовики. Нет ни одного участника протестов. Видео и книгу российского писателя некоторые казахстанцы расценили как подготовку Астаны к озвучиванию официальной версии «Кровавого января». Леонида Млечина считают российским пропагандистом. Он автор множества портретных произведений. Героем его трудов был и Нурсултан Назарбаев. В 2015 году Млечин выпустил книгу «Назарбаев между медведем и драконом», в которой говорится о незаменимой роли Назарбаева в строительстве Казахстана. Казахстан проголосовал против резолюции ООН, в которой осуждается агрессия России против Украины. И содержится призыв прекратить огонь и вывести войска с украинской территории. Ранее Астана при голосованиях на украинскую тему в основном воздерживалась. Проголосовав против, Казахстан оказался в одном ряду – Зимбабве, Северной Кореей, Ираном и Белоруссию. Казахстанские пользователи соцсетей писали, что им стыдно за страну. Некоторые попросили прощения у украинцев. Ни аккорда, ни МИД не стали официально разъяснять причины такого голосования в ООН. Кулар Ахмажелиса депутат Айдос Сарым дал своеобразное толкование. Он сказал, Казахстан отдал голос с учетом внешней ситуации. «В следующий раз воздержимся. Другого выхода нет. Учитываем интересы страны. Представьте, вы живете в большом доме. Допустим, один ваш сосед – алкаш, а другой – наркоман. В такой ситуации вам нужно учитывать эти обстоятельства». Кого депутат имел в виду под алкоголиком и наркоманом, он не уточнил, но добавил, что Казахстан ранее заявлял о непризнании аннексированных украинских регионов частью России. Известного казахстанского журналиста Михаила Казачкова поместили под стражу на два месяца. Ему вменяют пособничество организованной преступной группе, распространение ложной информации и собирание госсекретов. Журналиста задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу. Правозащитники считают, что задержание прошло с нарушениями. Право Казачкова на защиту нарушено. «Что за проблема была? Допустите адвоката, если вы убеждены, уважаемые госорганы, в своих доказательствах. У вас есть достаточно всего, что вы могли бы предъявить. Пожалуйста, соблюдайте полностью все конституционные права и никаких проблем нет». Казачков писал в газете «Время» и своем телеграм-канале о предполагаемой коррупции, работе отдельных представителей госорганов, в том числе силовых. В обращении от имени Казачкова, которая появилась в сети, после его задержания говорится, что преследование стало местью со стороны главы агентства финмониторинга Жаната Элеманова. В одной из публикаций Казачкова говорилось, что супруга Элеманова вложила десятки тысяч долларов в финансовую пирамиду. Председатель агентства и само ведомство эти утверждения не комментировали. «Казахстанское медиасообщество и международные организации требуют от властей Казахстана освободить Михаила Казачкова и провести прозрачное расследование. Казахстан занимает 122 место из 180 возможных в индексе свободы прессы. Ситуация со свободой прессы оценивается как сложная». Такими были итоги этой недели. До встречи.